Это новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут только самые актуальные темы прошедшего дня. Дороги на Федоровские дачи в этом году наконец отремонтируют. Страсти на мусульманском кладбище накаляются. Сегодня отмечается Международный день театра. В городах и районах области планируют установить дополнительные камеры наружного видеонаблюдения и внедрить в Институт старших по дому и консьержей. Такие поручения дал глава региона Болжан Абдишев на очередном заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Накануне в Акимате рассмотрели вопросы профилактики кражи чужого имущества и правонарушений среди несовершеннолетних. К слову, регион планирует перенять опыт Тимиртау. В городе Спутники компания, специализирующаяся на системе интеллектуальной охраны, установила более сотни камер видеонаблюдения в общественных местах и внутридворовых территориях. Техника уже позволила раскрыть немало преступлений. Аким области поручил рассмотреть на примере Тимиртау возможность внедрения опыта по установке подобных видеокамер в наиболее криминогенных районах и в других городах. По камерам сегодня, о которых мы говорим, мы сейчас дополнительно финансированы дали, но здесь еще раз должна быть эффективность. Что мы имеем от этого? Какой результат? Просто поставить и каждый год содержать, а от этого не имеем эффективности. Вот на этих заседаниях Акимата или на этих комиссиях нам должны начальники УВД вместе с Акиматами доложить. В Караганде будут производить лекарственные препараты для лечения таких тяжелых заболеваний, как рак, сахарный диабет и гепатит. Уже в следующем году на базе научно-производственного холдинга «Фитохимия» в рамках карты индустриализации будет построена третья очередь Карагандинского фармацевтического комплекса, с ходом строительства которого ознакомился глава региона. Проект предусматривает строительство лабораторного и производственного корпусов фармкомплекса. Здесь помимо таблеток, капсул и порошков впервые в Казахстане будут выпускать так называемые биосимиляры – препараты, предназначенные для лечения рака, диабета и гепатита. Областной глава осмотрел строительную площадку, где ведутся земляные работы, а затем обсудил с инвесторами и руководством комплекса вопросы реализации столь масштабного проекта. В частности, Баужан Абдишев так и не увидел конечный план застройки. Придется пересмотреть инвесторам и другие нюансы строительства, поскольку комплекс находится в экологически чистом районе Караганды. Вы должны понимать, это ботанический сад. И когда говорите, первое, вопрос котельный, для меня большой вопрос. Какую бы технологию ни говорили, но здесь, в ботаническом саде, я не знаю, даже надо думать. Я сюда не позволю, чтобы здесь стояла кочегарка и дымела в ботаническом саде. Это не правильно? Да, не будет начинать. Я вообще не говорю. Сегодня Карагандинский фармацевтический комплекс приступил к модернизации производства, которое будет соответствовать требованиям GMP. А трансфер технологий от ведущих мировых и российских компаний позволит выпускать лекарственные препараты международного стандарта. А значит, их экспорт страны Таможенного союза и другие государства будет увеличен. Сумма инвестиций 1,4 млрд тенге предполагается штатная численность сотрудников. 150 человек. Срок реализации проекта 4 квартал 2014 года. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов. 1-й Карагандинский. Дороги на Федоровские дачи в этом году наконец отремонтируют. Средства на ремонт утверждали депутаты на внеочередной 16-й сессии городского маслехата. В бюджете Караганды появились дополнительные целевые транспорты. Это более миллиарда тенге. Добрую часть денег направят на развитие транспортной инфраструктуры. Чуть больше 335 млн выделят на завершение строительства дороги от улицы Газалиева до Кривогуза. Четырехполосная трасса протяженностью 1 км значительно разгрузит часть центральных улиц шахтерской столицы. Здесь же обустроят тротуар, установят световые опоры, оборудуют ливневую канализацию. Карагандинские огородники с Федоровских дач наконец смогут спокойно добираться до своих участков. На гастрадальная дорога от улицы Университетская до выезда на энергозавод в текущем году также увидят ремонт. На это из бюджета выделят 165 млн тенге. Утвердили народные избранники и средства на другие цели, в том числе устройство гранитных бордюров и тротуара по улице Ермекова и воинов-интернационалистов. Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города – 51 млн 120 тенге. Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым пригородным маршрутам – 4 млн 877 тенге. Софинансирование расходов, связанных со строительством жилья в рамках программы «Доступное жилье» – 520 млн тенге. Вторым вопросом на сессии было утверждение составов участковых избиркомов. Причин, по которым ряды избирательных комиссий обновились, было несколько. В это воскресенье состоятся выборы депутата 26-го избирательного округа, на место которого уже есть три кандидата. Напомним, в прошлом году Сабыргали Идрисов сложил свои депутатские полномочия в связи с тем, что занял пост заместителя областного главы. Другие подробности рассказал председатель постоянной правовой комиссии Гор Маслихата. В Карагандинский городской Маслихат поступило 18 заявлений от членов избирательной комиссии об освобождении их от обязанностей членов избирательной комиссии. В заявлениях они указали различные причины и просьбы освобождения по состоянию здоровья в связи с выездом за пределы города, выходом на пенсию и так далее. Ирина Камышов, Жасгабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Акимат города приглашает на консультацию. Завтра, 28 марта, в фойе Большого зала Карагандинского Акимата по адресу Бульвар Мира 39 состоится день открытых дверей. С 10 утра до часу дня каждый желающий может получить ответ на вопросы социального обеспечения, оказания коммунальных услуг, предоставления жилья, благоустройства города и другим. Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. В Темиртау мост, идущий через реку Нура, подмывают водой. Местные власти уверяют, что опасности данная ситуация не представляет. Однако из-за большого выброса воды из гидроузла Самаркандского водохранилища земляная плотина на правом берегу частично обрушилась. Коммунальщикам пришлось перенаправить русло реки. Подробнее в репортаже Мирам Гуслакимбаевой. Земляная плотина, оберегающая правую часть города Металлургов, от обильных паводков частично разрушается. Брежь в земляной насыпи образовалась в результате большого сброса воды из городской дамбы. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы. Ими занимается фирма «Акватрейдинг» совместно с компанией «Арселор Миттл Тимиртау», которая предоставляет грунт для насыпи. «Поднимаем мост. В этом году, сами знаете, снег же очень много. Сейчас начало таять, уже где-то 20 числа вода же здесь будет подниматься. Поэтому сейчас мы здесь засыпаем мост вокруг полностью. И здесь, видите же, где-то вчерашние дня полтора тысяч кубов уже засыпали. Еще где-то тысяч кубов если засыпем, тогда у нас здесь проблем не будет. Поэтому штатным режимом работаем, засыпаем». Также была привлечена специализированная техника. Как утверждают городские власти, норма сброса воды не превысилась. Однако земляная плотина не выдержала натиска прибывающей воды. В результате порыва изменилось течение реки, из-за чего вода стала подмывать землю под правобережным мостом. Тем временем местные власти уверяют, что никакой опасности нет. «Такой у нас сейчас проблем никаких нет. Просто вдруг воды будет подниматься, для этого мы засыпаем». Чтобы берег не размыло, специалисты перенаправили русло реки, и сделав сток выше по течению. Сейчас в Самаркандском водохранилище объем воды не превышает 217 миллионов кубометров, а это значительно меньше вместимости озера. По словам представителей Акимата, все ремонтные работы будут завершены в течение дня. Мирамгуль Салкимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Страсти на мусульманском кладбище накаляются. Временный директор кладбища Айжан-3 продолжает незаконно продавать государственные земли. Как утверждает потерпевшая сторона, на днях Шинар Абдекаримова запретила клиентам копать могилу, тем самым сорвав похороны. Напомним, директор тогда еще мусульманского кладбища Айжан-1 погиб в октябре прошлого года. После смерти похоронной организации стала управлять его жена Шинар Абдекаримова. С этого все и началось. Временная управляющая не только поменяла рабочий персонал, но и внесла некоторые свои так называемые правила. К примеру, брать деньги за упокой души, рассказывают потерпевшие. Здесь кладбище открытое, мусульманское. У моей подруги скончалась и сестра. И я вот как бы помогаю ей могилу копать. Тут подошла директор кладбища и не разрешает копать могилы. Почему? Документы ничего не представляют. А совсем недавно смотритель кладбища запретил рабочим ритуал центра копать могилу. Свой поступок он объяснять не стал, а просто спрятался от объектива камеры в легковушке. А почему спрятался? А кто это? Она его поставила смотрителем. Вот этот мужчина, который сейчас прячется в машине, мужчина, он препятствовал в этом дикариному серику. Он не давал рабочим выполнять заказ. Мы подъехали с ребятами, дедушка умер. Свидетельство о смерти я показал ему. Он сказал, я смотритель кладбища. Я ему сказал, покажите ваши документы. Он говорит, твои покажите. Я ему показал, свидетельство о смерти у нас все. Он говорит, копать вы не будете, так как наша госпожа Шнар, ну вот директор дикариного Шнар, запретила всем копать могилы. Вы должны поехать к нам и заплатить за место. Я ему сказал, какая оплата? Плазбище-то открытое. Он говорит, сейчас приедет Шнар, и только тогда будете копать. Разобраться с беспорядком приехали сотрудники юго-восточного отдела полиции. Шнар Тельмановну полицейские допрашивали в служебной машине. На наши вопросы сотрудники правопорядка отвечать отказались. Нужно отметить, что управляющая кладбищем, взяв деньги за место захоронения, не предоставляет никаких чеков. Так утверждают бывшие сотрудники похоронной организации. Дело в том, что мы сколько сюда обращаемся по поводу захоронений, которые мы выполняем по просьбе заказчиков, к нам очень много обращается людей. Никак у нас не получается все это подготовить спокойно. Каждый раз нам приходится вызывать 102, ну то есть отдел полиции юго-восточной. Всячески временная управляющая, Абдикаримова Шнар Тельмановна, она старается препятствовать постоянно. Она не дает нам выполнять заказы. Она утверждает, что земля принадлежит ей. Ну, документации никакой мы вообще не видели. Что же все-таки происходит в месте упокоения, не знает никто. Шнар Абдикаримова, она же доверительную управляющую мусульманским кладбищем, давать какие-либо комментарии отказывается. Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня отмечается Международный день театра. Это праздник не только актеров и режиссеров, но и многотысячной армии театралов, любителей этого неувидающего искусства. Рассказывает Сергей Высокосов. Четыре театра украшают его улицы и площади. Это не только архитектурные сооружения. Сюда, как в храм, приходят зрители, чтобы сопереживать актерам в драмах, в комедиях, в операх, в водевилях, чтобы окунуться в волшебство перевоплощения и стать героем невероятных приключений. Театр – древнейшее искусство. Упоминание о первой постановке относится к 2500 году до нашей эры. И произошло это событие не в Греции, как принято считать, а в Египте. Повествование шло о мифологическом боге Осирисе. И с тех пор театр не терял своих позиций в общественном развитии государств. Казахский драматический театр имени Сатина Сейфулина в Казахстане называют вторым после Ауэзовского театра в Алматы. Он многие годы несет в народ национальные истоки Казахстана. Потому что здесь работали колоритые ведущие актеры Казахстана. Это Жамиля Шашкина, народный артист Казахстана. Несколько фильмов, которые снимались, народный артист Караган Двайсатаев, Аси Аблаева, народный артист, заслуженный артист Зенон Ложахов, Шаймир Денов, основоположник нашего театра. Театр – это отражение нашего мира. Это осмысление человеческих отношений в социальном развитии страны и всего человечества. Театр не может быть мелочным и конъюнктурным. Он четко следит за всеми изменениями в мире. Каждый народ, каждый театр хочет свои хорошие традиции возрождать, заново показать классические произведения, которые все мы забыты. В наше прагматичное время не так-то просто подобрать ключик к сердцу зрителя. Он сегодня избалован телевидением, интернетом, да и общественные ценности видоизменяются. Другие зрители появились. Не воспринимайте сейчас Чехова, Максима Горького, Шекспира. Потому что время другое. Но театр с живым словом, с действием, разворачивающимся на глазах зрителя, ничем нельзя заменить. Театр удивляет постоянно. Классические драмы и комедии сегодня дополняются вокалом и пластикой, танцами и феерическими каскадерскими трюками. Он движется вперед и влечет за собой людей. Именно в день театра это понимаешь наиболее полно. Это когда мы можем встретиться, увидеть друг друга, посмотреть друг на друга, восхититься какими-то достоинствами, поделиться своими успехами, которые сейчас у нас в театрах творятся. Что бы хотелось отметить, это, конечно же, то, что казахстанские театры сейчас на данное время, они стараются не стоять на одном месте. Каждый театр двигается по-своему. Но именно наш театр тем уникален, что у нас дирекция, администрация стараются уезжать на гастроли. Были недавно гастроли в Сербии, Баку. И итальянский режиссер приехал, постановка его начинается. Поэтому этим и интересен театральный мир, то, что идет обмен творчеством. Театр всегда молод. Он энергичен и готов откликнуться на любые события. Он влечет к себе. Он призывает стать чище и стряхнуть скверну, прилипающую к нашим поступкам, как шелуха надоевших семечек. Он всегда с нами и всегда манит за горизонт. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде вновь проходит выставка продажа физиотерапевтических приборов и Латомского приборного завода. Здесь посетители смогут узнать все тонкости лечебного воздействия современных медицинских аппаратов и приобрести их по заводской цене. В аптеке номер 70 города Караганды на выставке продажи медицинских приборов представлен широкий ассортимент аппаратуры, помогающий в домашних условиях улучшить состояние здоровья каждого нуждающегося в этом. Приборы могут помочь и взрослым, и детям. Опорно-двигательный аппарат, сосудистая система, лор-заболевания, геморрой, простатит, травмы, ожоги – вот неполный перечень недугов, которые можно излечить с помощью современной техники. Самые популярные аппараты «Алмаг-Мавит» воздействуют за счет магнитного поля, снимают отеки, воспаления, боли. На приобретенные медицинские приборы выдается гарантия на два года. Аппарат «Мавит» предназначен для лечения профилактики заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовизикулит, аденомопредстательной железы 1-2 стадии, а также эректильной дисфункции. Аппарат очень прост и удобен в применении. Применяется всеми ведущими урологами Караганды и Карагандинской области. Аппарат из серии «Алмаг» широко применяется в клинической физиотерапии в клиниках и поликлиниках Караганды и Карагандинской области. Аппарат очень хорошо помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Также в его показаниях более 50 заболеваний. Аппарат не имеет мировых аналогов и очень прост и удобен в применении. Аппарат «Фея» предназначен для лечения профилактики лор-заболеваний, таких как гаймориты, танзелиты, фронтиты. Очень прост и удобен в применении. Рекомендован ведущими лор-специалистами Караганды и Карагандинской области. Детям аппарат можно применять с одного года. Приборы не имеют аналогов и в доступной продаже их нет. Их можно приобрести только у представителей завода-изготовителя. Это вам. Двухгодовую гарантию полную я вам выписал. Внимательно читайте. Выставку-продажу вы сможете посетить по адресу Бухаржирау, дом 34, аптека номер 70. О новостях спорта Берий Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Поздравляем! 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 Карагандинские болельщики встретили родную команду после долгожданной победы в серии плей-офф над молодом Прикаме из Перми. Во-первых, спасибо большое за поздравление. Спасибо болельщикам. Приятно, что они приехали нас встретить с самолета. Впечатления, конечно, хорошие, колоссальные эмоции выходом к феналу, поддерживая нашу команду. Было очень сложно, действительно. Команда Молот очень хорошая. Было очень тяжело. Но все-таки сумели перебороть, отыграться со счетом 0-2 и вырвать победу. Эту четвертую по счету победу над Молотом карагандинцы ожидали увидеть еще в последнем домашнем матче. Но из-за потери концентрации нашим хоккеистам пришлось лететь в Пермь. Это была очень тяжелая игра, потому что последний матч дома мы проиграли. Мы усердно готовились к этой игре, но проигрывали 2-0 уже в самом начале. Мы понимали, что надо проходить дальше. К счастью, нам удалось сравнять счет и победить в овертайме. Один из главных творцов победы в Перми стал нападающий старой арки Александр Васильев, оформивший в той встрече дубль. Всем хотелось скорее закончить эту серию, пройти в полуфинал. В Караганде нам немножко не повезло, но рад, что мы прошли дальше. В Караганде стартовал чемпионат Республики Казахстан по ганболу среди юношей 97-го года рождения и моложе. В соревнованиях принимает участие 9 команд из различных городов Казахстана. Главным рефери соревнований назначен судья высшей национальной категории Константин Барон. Участников 10 команд, из них 2 караганды. В марте у нас традиционно всегда в Караганде дают провести соревнования, чемпионат Казахстана. Это у нас практически традиционный уже чемпионат, только возраста меняется. И мы постоянно претендуем на медали. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау, болезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова